Очень трудно понять, друзья, логику байданутых или байдосаксов. Зачем байдосаксам нужен российский, путиновский, преступный, террористический флот? Если по версии байдосакса, байданутых американцев, прогнивших, прокоррумпировавшихся, смешных, трусливых, чмошных до беспредела, зачем им российский флот? Он что, будет драться с Китаем, бороться против Китая, если по версии байданутых, Россия американцам, байданутым, нужна для того, чтобы противопоставлять Россию Китаю. То как, каким флотом и где Россия будет противостоять этим флотом Китаю? Где логика? Логики нет. Логика лежит в чмошности, сатиричности и полнопровальности байдосаксовской, байдосаксоновской культуры политической. То есть, на день сегодняшнего мы имеем, при найме, две Америки, а то и три. Первая Америка – это становление и оплот демократии. Вторая Америка – это зажравшаяся Америка в бабках, в мамоне, в славе и в дичи. То есть, это совсем не та культура, которая немецкая, которая грунтовалась на засадах, на основах германских. И третья Америка – это Америка полного предательства. То есть, это не Америка, а Байденстан, в котором аналитики рассказывают во всех медиах, что то ли генерал Залужный, то ли официальная украинская сторона заявила, что Черное море теперь принадлежит Украине. И всякая террористическая деятельность, связанная с помощью террориста России, будет пресекаться. То есть, естественно, другими словами, если какая-то падла будет там с пустыми танкерами заходить в новороссийских порт, то возможен быть там бавовно. Теперь вот буквально какой-то Миллер выходит на пресс-конференцию, некий Мэтью Миллер в лице официального Байденстану и заявляет, будто бы так, как будто он бы не слышал украинскую сторону. Что она сказала? Что хватит террористической деятельности России в Черном море. Значит, Черноморский флот, российский, преступный, должен быть элиминирован. Другими словами, уничтожен нахрен. Или пускай не убирается в сторону Китая со своими кораблями, как того хотел Байден. Он же хотел, чтобы Россия противостояла Китаю. Вот пускай туда валят, нахрен, Китаю со своими кораблями. Но этот типаж рассказывает другое. Он говорит, что оказывается, вы представляете, какая может быть провокация в Черном море. Что Украина может быть очернена тем, что под украинским флагом какой-то баркас выплывет и обстреляет какой-то танкер. Он не говорил танкер, какую-то бадью обстреляет, которая идет к России или из России. Но это будет российская армада, российская военная машина обстреляет, то есть спровоцирует. И скажет, что это украинцы. И какой скандал на весь мир, значит, весь мир теперь будет считать украинцев террористами, что они гражданские судна сбивают. Представляете? С одной стороны, Украина оголошивает официально, что в стоп террористической деятельности России в Черном море, мы будем это пресекать. А потом выходит этот Байден-становщик и рассказывает такую тофту, что оказывается, что пресечение террористической деятельности в Черном море России будет миром, каким-то миром, ну его миром, потому что они сделали этот мир БЛМовский по всей миле, будет рассматриваться как террористическая деятельность России, оказывается. Вот так вот, вот такой вот каламбур, каламбур пикчерс. Не стеты. Не степен, не степен, не степен, не степен. Не степен, не степен. enough grain out through the Danube ports or over land or any other means.